Во-первых, освобождение принес таки Ельцин. Не Горбачев, не, извините, Путин. Освобождение России принес Ельцин. И все основные, основополагающие документы о независимости, свободе, конституции, законы были приняты при Ельцине, в каком бы статусе он ни находился. Я имею ввиду председателя Верховного Совета Российской Федерации, президента Российской Федерации. Во-вторых, при всех прочих его недостатках, которые сводятся к одному, пьянство, отсюда и болезни. Он же был очень здоровый человек, он был мощный человек, просто пил беспробудно. При всем при этом он был большая личность, большой человек в смысле своего внутреннего благородства. Он не душил свободы. Он не обижался на средства массовой информации так, что если кто-то что-то сказал плохое по Ельцину, а говорили очень плохо и очень много тогда. Он же не душил людей. У него вот этот вот инстинкт власти просыпался с трудом только при прямой угрозе. 91-93 год. Он же не тронул никогда Лужкова.